Поротко о том, что произошло сегодня. Из Афганистана в Казахстан. В регионах готовятся принять кандасов. На что еще, кроме подъемных, могут рассчитывать афганские казахи? Вы в течение порта приемных гражданского романа получите вид на жительство. С какими трудностями могут столкнуться? Вышли на докризисный уровень. Что, кроме пандемии, мешает Казахстану увеличить ВВП? Как за последние годы снижался этот показатель? Главный показатель – это благосостояние граждан. И каким должен быть ВВП, чтобы улучшилось качество жизни граждан? Зарплата в долларах и евро. Тратится на расходы 1500-2000 долларов. Сколько казахстанцев за последнее время уехали на заработки за границу? Почему привлекает даже тяжелая работа за рубежом? Как остановить этот поток? С раннего утра до позднего вечера. В каких городах дети учатся в три смены? Малыши, они больше 45 не могут есть. В обед они уже где-то уставшие, может быть, спать хотят. В таком режиме работают 147 школ. Когда решится эта проблема? В пяти регионах Казахстана готовится принять 35 кандасов из Афганистана. Это Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанской области. Всем этническим казахам предоставят квоту, по которой они смогут получить выплату. Это чуть больше 200 тысяч тенге. А также помогут с жильем и документами. Что может ждать этих людей на исторической родине, выясняли мои коллеги. Сейчас с нами на связи наш столичный корреспондент Зарина Беремку. Зарина, подскажи, пожалуйста, что все-таки ждать и на что могут рассчитывать афганистанцы? Добрый вечер, Наталья. Пока эти люди пятый день находятся в Алматы, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты, их поместили на двухнедельный карантин. Известно, что из 35 переселенцев 10 это дети, один пенсионер и остальные взрослые трудоспособные люди. Этим семьям предлагают переселиться в те же регионы, за исключением Карагандинской области, куда переезжают в рамках государственной программы Янбек, известной нам как переселение с юга на север. При этом помощь для афганских кандасов будет отличаться. Для них предусмотрены суммы побольше. Например, каждому переехавшему из Афганистана разово выделяют по 70 МРП, то есть 204 тысячи тенге. Единовременная помощь для казахстанцев, переехавших с юга на север, в два раза меньше. Чуть более 100 тысяч тенге на каждого члена семьи. Немного отличается и помощь с жильем. В течение года возмещают траты на аренду и коммуналку в обоих случаях, но кандасам 87,5 тысячи тенге. А вот казахстанцам с юга такая сумма положена, если семья больше пяти человек и при этом они живут в городе. Если семья поменьше и проживает в селе, то выплата уменьшается. Подробностей, поскольку человек отправится в каждый регион, в какие населенные пункты их отправят, уровень квалификации взрослых, которым предстоит работать в Казахстане, пока нет. Известно, что им уже помогают оформлять документы. На виду с получением статуса кандаса, эти граждане автоматически могут подавать право в течение года приема граждан Уралманов, получить вид на жительство и в ускоренном порядке оформить гражданство Республики Казахстан. Индира, а как в вашем регионе в Восточно-Казахстанской области готовятся к приему кандасов из Афганистана? Зарина. Наш регион, конечно, гостеприимный. Но, как сегодня выяснилась, новость о возможном приезде кандасов из Афганистана для чиновников стала сюрпризом. Во всех службах нам ответили, что официальных распоряжений не поступало. Но в управлении занятости сообщили, что с работой на первых порах проблем не возникнет. Речь, конечно же, идет о низкоквалифицированных и низкооплачиваемых специальностях. Например, в Усть-Каменогорске не хватает разнорабочих. На большее в городе без квалификаций и знаний русского и казахского языков рассчитывать, скорее всего, не придется. Гораздо легче этническим казахам будет в сельской местности. Ну и, скорее всего, кандасам придется столкнуться с целым рядом проблем, таким же, как и переселенцам с юга. Нина, а с какими сложностями нужно быть готовым тем, кто приедет в Кустанайскую область? Индира, все пять регионов, которые предположительно встретят кандасов, отличаются суровым климатом. Ведь в Афганистане зимой температура колеблется от плюс 8 до минус 20 градусов по Цельсию, тогда как на севере Казахстана бывает и за минус 40. Ориентироваться можно даже на программу переселения. В Кустанайскую область за четыре года прибыли около трех тысяч человек из южных регионов, но прижились далеко не все. А те, кто все же смог адаптироваться, отмечают, что было непросто. Первый год мы столкнулись с трудностями. Пришлось привыкать к холодному климату, нашим детям пришлось адаптироваться в русскоязычной среде. Были также нерешенные жилищные сложности. Но сейчас мы устроились, работаем. Стоит отметить и настороженность местных жителей. Одно дело, когда это твои соотечественники просто с другого региона, другое, когда это люди из другой страны, с другой ментальностью. Все-таки совершенно другой народ, менталитет разный. Ну и что еще? Им потребуется какая-то помощь? А у нас очень нуждающихся много своих. Здесь проблем будет для них очень много, так как у нас в первую очередь это погодные условия. Они здесь не смогут долго выжить. Не то что выжить, просто не выдержат. Стоит признать, что энтузиазма среди жителей нашего региона эта новость не вызвала. Есть опасения самого разного характера. Но раз власти так решили, добро пожаловать. Нина Шапо, Зарина Беремкул, Индира Какимова, Информбюро. Ну а пока одни приезжают, другие активно покидают страну в поисках хорошего заработка. Разница в курсах валют многих сподвигла искать работу за границей. Причем уезжают не только высоко квалифицированные кадры, но и простые рабочие. Далее Насипова продолжит. Учитель английского языка Айдана Абдекул сейчас живет и работает в Турции. В Стамбул переехала почти год назад из Алматы. Все ради развития и возможности получить международный опыт. Вначале у меня была адаптация. Я очень сильно стрессовала, хотела домой, обратно вернуться в Казахстан. Потому что в свою зону комфорта я жила с родителями. У меня была работа, я работала в госутверждении. Конечно, у меня были какие-то сомнения, получится ли у меня или нет. Но в итоге получилось. Таких историй с каждым годом все больше объявлений о работе за границей в казнете хоть отбавляй. Вакансии предлагают самые разные. Требуются высоко квалифицированные специалисты и самые простые разнорабочие. Компания Курмета Аубакирова отправляет казахстанцев на заработки в Арабские Эмираты, а также учиться и работать в США. И желающих очень много. Если 3 тысячи зарабатывают, то где-то 500-1000 долларов как-то у них в кармане остается. Что невозможно сказать в нашей стране, к сожалению. Если 250-300 у тебя заработок, в принципе, ты так и тратишь. И в финале у тебя ничего не остается. На заработки казахстанцы едут как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. В основном это Россия, Турция, Корея, Китай, США, Восточная Европа. Многие заграничные работодатели обеспечивают сотрудников временным жильем, питанием и разводской. Если верить статистике, Казахстан в прошлом году покинули 29 тысяч человек. Уезжали в основном врачи, учителя и экономисты. За первую половину этого года уехали 5,5 тысяч казахстанцев. Даля Насипова, Нуркент, Тукмурзин, Информбюро, Нурсултан. Почему казахстанцы ищут высокооплачиваемую работу за рубежом? Каковы истинные причины? Поговорим об этом с социологом Гульмира Илеовой. Добрый вечер, Гульмира Токшалыковна. Добрый вечер. Вот подскажите, почему наши граждане все-таки ищут работу за границей? Причем это не какие-то с профессией. Это обычные официанты, администраторы, разнорабочие. Я не вижу в этом ничего такого удивительного. Если есть информация о том, что за эту работу низкоквалифицированную можно получить более высокую оплату, почему бы не рискнуть? Мне кажется, что это нормальное человеческое поведение. С другой стороны, я не знаю, насколько это информация, то есть количество людей, которые едут для того, чтобы получить работу именно низкоквалифицированную, мне кажется, что это не такое большое количество людей. Потому что в целом чаще люди, которые все-таки имеют квалификацию, могут найти достаточно высокий доход. Может ли инициатива президента о повышении заработных плат наемным сотрудникам и введении льгот для их работодателей замедлить процесс оттока кадров за рубеж? Ну, опять же, если мы говорим о высококвалифицированных кадрах, которые могут себя предложить на рынке, в мировом рынке труда, я думаю, что это вряд ли. Потому что здесь, так сказать, зарплата исчисляется тысячами долларов, и поэтому 60 тысяч тенге – это не про эти категории. Что касается вообще в целом, если брать как проблему, я не думаю, что результаты будут очень быстрыми, то есть что мы сразу получим тот хороший результат, которым надеются в основном в правительстве. Этот результат, скорее, не связан именно с миграционными потоками, то есть с тем, о чем мы говорим. Определенное повышение минимальной зарплаты – это все-таки, скажем так, то, что решает внутренние проблемы в стране. Но в целом, если мы возьмем доходы населения, они очень низкие, об этом говорится уже многие годы. Вот мы сделали проект по работе очень бедным, и это одна из самых ключевых проблем, считаю, в Казахстане особенностей. То есть речь идет о том, что те люди, которые имеют достаточно высокий уровень квалификации, опыта и желание работать в своей профессии получают неоправданно низкие зарплаты. И это, соответственно, очень сильно влияет на социальные настроения внутри страны, потому что они, в общем-то, являются основой для работающих людей в стране. И если их квалификация и их жизненный опыт не подтверждают, не подтверждаются соответствующие зарплаты и ростом зарплат, то, соответственно, это отбивает охоту у других людей, скажем так, которые, ну, молодых людей в том числе, или прежде всего, которые только вступают, вот, скажем так, в трудовую деятельность. Речь идет и о медицинских работниках, есть и об инженерных работниках. То есть это те люди, которые, еще раз повторю, имеют достаточно высокую квалификацию, не имеют ни средне-специальное, ни высшее образование. Но в силу того, что рынок труда и оплата на этом рынке у нас вот так вот невысоко оцениваются, именно эти виды работников, вот это как раз, наверное, в большей степени то, на что стоит обратить внимание. Спасибо вам за ответы. Я напомню, что с нами на связи была социолог, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеова. До свидания. Министр национальной экономики Осет Иргалеев сегодня рассказал, что с начала года внутренний валовый продукт, то есть общая стоимость товаров и услуг, произведенных в нашей стране, выросла на 3%. Проще говоря, настолько выросла и наша экономика. Но значит ли это, что вместе с цифрами улучшается и уровень жизни казахстанцев? Разбирался Нургали Карабаев. Экономика Казахстана держит курс на восстановление и с января по август ВВП страны вырос на 3%. Цель правительства до конца года – довести этот показатель до 4%. Были времена и получше. Так, например, в 2011 году экономика выросла на 7,5%. Позже показатели снизились до 6,5%. В последние годы ВВП держался в пределах 4%. Финансист Расул Расмамбетов говорит, что для нашей страны этого мало. При этом ВВП нельзя считать показателем благосостояния народа. ВВП – не показатель. Главный показатель – это благосостояние граждан. Я понимаю, ВВП нужен, когда там… Вот сейчас зачем это делается? Высокий ВВП, значит, мы можем брать в долги, допустим. Сейчас в долгу будем брать. Пойдем по миру, займем там 2-3 миллиарда, куда-нибудь это запустим. Ну, тоже возникает вопрос, нужен ли нам вот этот ВВП, это буквально ни о чем. Рост экономики и уровня жизни финансист предлагает измерять другими параметрами, например, доходами. Правда, и здесь козырь в руках тех, кто считает. Если взять тот же 2011 год, выходит, что средняя зарплата тогда была 92 тысячи тенге, сейчас же 252 тысячи. Как видим, рост налицо. Но если считать в долларах, так как страна импортирует много именно в этой валюте, то выходит, что люди, наоборот, стали зарабатывать меньше. За 10 лет средний заработок упал с 620 до 590 долларов. Финансист Сергей Козыбаев считает, что нужно менять систему госуправления и начать, предлагает, с борьбы с коррупцией. Все к тому, что можем жить лучше, да. Как я всегда говорю, давайте начнем с того, чтобы попытаться поменять систему. Систему тотальной коррупции, систему кумовства, то есть непотизма, да. Когда в стране, если самые богатые люди это все-таки госслужащие, то, наверное, это не очень правильно. Должны быть богатые люди все-таки бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний. Вот и получается, что между ВВП и уровнем жизни казахстанцев пока нет точки соприкосновения. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. За последние две недели прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане снизился на 35%. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Пять регионов республики переместились из красной зоны в желтую. Это Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В зеленой находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов по-прежнему в красной зоне. Также в течение недели число выздоровевших больных в полтора раза превысило показатели по заболевшим. Уже начали закрывать дополнительные стационары для больных. Всего коечный фонд сократился на 12 тысяч мест. Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 14 сентября текущего года, занятость инфекционных и реанимационных коек по республике составляет по 35%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных с 45 до 35%. Разработчики национального клинического протокола лечения в Казахстане ответили на запрос нашего корреспондента. Напомню, ранее экономист Олжас Хуйдабергенов написал пост о том, что некоторые врачи слепо следуют протоколу лечения пациентов с ковид, порой не учитывая индивидуальные особенности. В Минздраве рассказали, почему врачи действуют по инструкциям. По словам медиков, в документе представлены самые новые данные по диагностике и лечению заболевания. К тому же медикаменты, входящие в протокол, имеют доказательную базу по эффективности и безопасности. Разработчики добавили, что лечащий врач при обнаружении сопутствующих заболеваний у пациентов с ковид может скомбинировать несколько клинических протоколов в зависимости от индивидуальных особенностей больного, назначить лечение. При этом медики добавили, что худшая ситуация для докторов – это когда люди занимаются самолечением, принимают антибиотики. Это усложняет курс лечения, поэтому отойти от протокола при лечении пациента практически невозможно, говорят медики. Как он будет лечить пациента, отойдет от протокола? Тогда следующий вопрос – какими препаратами он должен лечить, отойдя от протокола? Вы же понимаете, на сегодняшний день арсенал медикаментов достаточно ограниченный, который имеет доказательную базу, который эффективный, который безопасный. Протокол не носит рекомендательный характер. Протокол носит характер для его исполнения в соответствии с состоянием, с данными лабораторного метода исследования, но с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. Житель Шахтинска в Караганзинской области терроризирует земляков при помощи перцового баллончика. Он брызгает его в лица всех, кто ему не нравится. Год назад он напал на целую семью, а буквально вчера от него пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров, в том числе и ребенок. Теперь он дошел до того, что это распылил глаза водителю. А если бы это было во время движения, неизвестно, какие были манипуляции и последствия. Десятилетняя дочь Алены Черновой со вчерашнего дня не снимает черные очки. До сих пор ее глаза слезятся. У самой Алены тоже химический ожог носа. Она намерена довести дело до суда, но у мужчины психическое заболевание. Его уже не раз судили по статье мелкое хулиганство и даже сажали под арест на 15 суток или отправляли на общественные работы. После каждого заявления в полицию он пишет ответное и продолжает свои развлечения с баллончиком. Однажды над ним устроили самосуд, сами жители Шахтинска. После этого он стал ездить в Караганду. Распылял баллончик в торговых домах. Сейчас по данным полиции материалы также передали в суд, но горожане требуют отправить мужчину на принудительное лечение. Необходимо, чтобы было написано письменное заявление. Это могут сделать родственники, это могут сделать полиция, где они изложат все факты. На принудительное лечение пациенты госпитализируются по решению суда. Алматинская, Мангистауская области и Шимкент оказались лидерами по количеству трехсменных школ в Казахстане. Всего в стране перегружены 147 учебных заведений. То есть временно в стесненных условиях знания получают порядка 250 тысяч детей. В Шимкенте таких школ 9. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Время 16.25. Школьники спешат на первый урок. Проблему нерезиновых классов в Шимкенте решают трехсменкой. В первой городской школе учится порядка 4 тысяч школьников. Более 700 из них – старшеклассники, которые получают знания в третью смену. Дети более-менее усваивают с утра. Малыши, они больше 45 не могут есть. В обед они уже где-то уставшие, может быть, спать хотят. Потом многие кто-то на кружки ходят. Совмещение кружков. Правильно? Ну и плюс еще, им же тоже отдыхать надо, и дети же. Насчет трехсменки, я считаю, что лучше в три смены, чем в онлайн формате. Старшеклассники, скажем, старшие классы. А до скольки примерно они учатся, когда выходят? До восьми-девяти. Всего в Шимкенте 9 школ с трехсменным обучением. По словам руководителя управления образования, таким образом удалось сформировать классы, в которых не по 40 учеников, а всего по 25. Успеваемость в загруженных классах на порядок ниже. До начала учебного года школ с трехсменным образованием было 14. Но до того, как дети сели за парты, в городе успели сдать в эксплуатацию новые школы на 12 тысяч человек. Туда пошли учиться бывшие трехсменники и школьники из аварийных учебных заведений. Для школ, где занимаются трехсменные, мы создали специально комбинированный учебный план. По городу Шимкент у нас именно проблемы нет. Дети, которые до 10 у нас в данное время, школы, такие дети нет. Онлайн это те предметы, которые легкие. Может физкультура, может труды, может музыка, самопознание, история, факультатив. Проблему трехсменных школ в городе планируют полностью решить в 2025 году. Тогда в Шимкенте построят 72 учебных заведения. Причем большая часть из них появится за счет инвесторов. В Тимиртау уничтожают гимнастику как вид спорта. С такой жалобой обратились к журналистам родители юных гимнастов и акробатов. Здание, где много лет взращивали спортивные таланты, продали. С 1 октября секции для всех возрастов должны освободить помещение. Но идти спортсменам некуда. Семилетний Мигель Шушубаев всего полгода занимается гимнастикой и уже заработал три кубка. Я люблю гимнастику и не хочу никуда уходить. Но уходить придется. Владелец здания продал его. Теперь здесь будет секция дзюдо. Другие помещения гимнастам и акробатам не подходят. Три метра высота. Это совершенно мало. Представьте, дети занимаются в парах. То есть ребенок должен хотя бы встать на плечи. На вытянутых руках. Представьте, нижний держит вытянутые руки. На них должен встать еще ребенок и сделать какое-то сальто. Нужна высота хотя бы 5 метров. В зале занимались больше 200 юных спортсменов. Что будет дальше, никто сказать не может. Стали выезжать на республику, так как зал стал позволять это делать. И просто так вот прекратить существование. Я считаю, что это некрасиво даже со стороны властей. Тренеры и руководство Федерации гимнастики едва ли не ежедневно приезжают в Тимиртау. Переговоры с владельцами зданий и спортзалов ведет Аким Тимиртау. Но найти подходящее помещение не могут. У нас ориентир первое, максимум 15 октября. Я считаю, что вместе с Федерацией, вместе со школой гимнастики и Акиматом города Тимиртау мы сможем это в кратчайшие сроки привести в соответствие. Даже если здания найдут, только перевозка, установка и наладка гимнастического оборудования займет месяц. Возможно, потребуется и ремонт. Поэтому у родителей с каждым днем нарастает паника, ведь дети, теряя время, теряют и форму. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Все чаще на улицах, в парках и аллеях мы встречаем людей, бодро шагающих с палочками. И название этого вида спортивной активности знакомо многим. Казахстан, да и мир, стремительно завоевывает скандинавская ходьба. Почему именно все ее считают одним из самых полезных видов спорта и не только для пожилых людей, узнавала Индира Кокимова. Скандинавская ходьба круто изменила жизнь пенсионерки Ольги Кириченко. Женщина признается, что раньше, кроме утренней гимнастики, никаким видом спорта не занималась. А теперь это ее работа. Ольга инструктор в школе скандинавской ходьбы. Позволяет вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, помогает очень много укрепить организм. По заверению Ольги и других поклонников скандинавской ходьбы, она помогает поднять общий тонус, благоприятно влияет на суставы и поясницу. Известно также, что скандинавская ходьба сжигает до 46% больше калорий, чем обычная. Мы задействуем 8 частей тела, для того, чтобы заработали 90% мышц. Стопа должна быть пятка, ступня, носок и отталкиваемся большим пальцем. Колени свободные, это вторая часть тела, которая задействует. Тазобедренный сустав тоже работает, мы не ходим боком. Голова у нас все время, макушка вверх, шея цилиндр. В общем, полезно и бюджетно. Единственное вложение – это от 12 до 300 тысяч тенге за специальные палочки. Цена зависит от материала и бренда. Как выбирать палочку? Палочка выбирается по росту человека. Если вы согнете руку в локоть, то угол должен равняться 90 градусов. Более того, при ходьбе размах рук должен быть 45 градусов вперед и 45 градусов назад. Пожалуй, и я займусь скандинавской ходьбой. Эндир Акакимова, Информбюро, Усть-Каменогорск. Таким информационный день увидели корреспонденты Информбюро. Я вам желаю хорошего вечера и берегите себя. Продолжение следует...